Ну что ж, дорогие друзья, наше утро продолжается. В студии всё так же Марина Гест, Степан Арефьев. И напоминаю, сегодня мы говорим о глазах. Да, каждый день наши глаза испытывают неимоверную нагрузку, что может привести к ухудшению и серьёзным проблемам со зрением. И в большинстве случаев ухудшение зрения можно предотвратить, просто давая глазам небольшой отдых. Да, ну а более подробно на эту тему мы поговорим с гостем. У нас в студии Альфия Байгутлина, врач-офтальмохирург детской городской клинической больницы номер один. Доброе утро. Доброе утро, Альфия. Ну расскажите, вот наиболее частые причины снижения зрения у людей – это что? Ну, существуют, так сказать, факторы риска, да, которые приводят к этому снижению зрения. И основные, и самым главным считается – это генетическая предрасположенность. То есть, если кто-то, один родитель, либо оба родителя имеют данные заболевания, то более 50% случаев ребёнок будет иметь ту же самую патологию. Также это слабость аккомодации. Акомодация – это способность глаза видеть и вдаль, и вблизь. Если эти функции снижены у ребёнка, то, вероятнее всего, будет зрение снижаться в дальнейшем. И также слабость склеры, то есть это наша белочная оболочка, которая податлива ко всем изменениям. И за счёт того, что она растягивается, растягивается глаз, и появляется вот этот самый минус, возникает близорукость. Также основной и самой главной причиной сейчас являются это… Гаджеты. Гаджеты, всё правильно, да. Это большая нагрузка на близком расстоянии. Компьютеры, гаджеты. Сейчас очень модно и распространено раннее развитие детей. Дети уже в три года читают, пишут, там, ментальной математикой занимаются. То есть настолько они развиты, да, но глаза при этом не отдыхают. Родители не задумываются об этом. Но, к сожалению, уже к семи годам, когда они начинают идти в школу, уже приобретают тот самый минус. Который, к сожалению, уже не вернуть, и он только прогрессирует. Ну, вернуть оперативным-то путем можно? Ну, оперативным, смотрите, да, это уже когда вырастет, после 18 лет. Но наша задача вообще – это предотвратить, чтобы минус был небольшой. Хорошо, какие методы предотвращения есть? Потому что, на самом деле, ребёнку без гаджетов жить неудобно, засмеют. Домашние задания через гаджеты делают, телефоны. Домашние задания, знаешь, как делают в основном? Учебники лежат, а мы играем там во что-то и говорим, мама, я ищу. Вот какие-то пару советов. Ну, смотрите, прежде всего должна быть зрительная разгрузка, да. Мы не можем убрать эти гаджеты, компьютеры, потому что действительно домашние задания. Но ребёнок должен периодически отвлекаться от этих гаджетов, компьютеров. То есть минут 20 он посидел за компьютером, он должен отдохнуть, посмотреть вдаль в окошко, посмотреть. То есть он отвлечься не на телевизор должен с мультиками там и так далее, а именно разгрузку, куда-то посмотреть вдаль, просто сделать самую обычную гимнастику для глаз. То есть право, лево, вверх, вниз, круговые движения глазных яблок. Ну, вот расскажите вот эту гимнастику для глаз. Да, вот есть действительно какие-то специальные упражнения, которые снимают напряжение с глаз. Вот гимнастика, да, вправо, влево, ещё что? Ну, это не какая-то такая панацея, это просто как разгрузка идёт. Также прогулки на свежем воздухе. То есть минимум час в день ребёнок должен гулять. Идёт в школу, если школа недалеко, обязательно пешком ходить должен ребёнок. Это тоже своего рода такая разгрузка, то есть вдаль он смотрит, вот эти нет близкой нагрузки. И также спорт. В жизни ребёнка должен присутствовать спорт. А если это вот игровые виды спорта, такие теннис настольный, даже большой там, игры с мячом, это тоже своего рода зарядка. То есть вблизь-вдаль, вблизь-вдаль смотрит ребёнок. Вот я когда в школе смотрел в окно, меня учителя ругали, и оказывается просто я... Да, да, ты разгружался, вот в чём дело. Альфия, а скажите, пожалуйста, а вот питание, да, оно влияет как-то на зрение? Конечно, то есть ребёнок должен... Чего нужно побольше кушать? ...получать полноценное, разнообразное питание. Самое главное, это, конечно, овощи, фрукты, что дети не всегда любят. Ну, особенно вот зелёные, то есть всеми любимые брокколи, шпинат, сельдерей. Дело в том, что в этих овощах содержится большое содержание лютеина, и это поддерживает сетчатку, то есть клетки наши. И в дальнейшем, то есть для поддержания стратезрения, вообще зрительные функции. Кушайте зелёные, это вкусно. Ну, про морковку не забывать тоже. Морковку не забываем. Ну, конечно. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. К сожалению, у нас мало эфирного времени. Ну, мы надеемся, что вы ещё раз к нам придёте. Да, и расскажете уже более подробно, и для взрослых всё расскажете. Ну, а я напоминаю, что у нас в студии была Альфия Байгутлина, врач-офтальмолог, хирург детской городской клинической больницы номер один. Да, ну что ж, а далее наша рубрика «Опрос. Верят ли челябинцы в такое явление, как третий глаз?» И как, по их мнению, развить этот невидимый и своеобразный орган чувства? Давайте узнаем.